Новый Завет Простерша руку, коснулся его и сказал «Хочу, очистись!» И он тотчас очистился от проказа и говорит ему Иисус «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им». Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово и выздоровеет, слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному «пойди» и идет, и другому «приди» и приходит, и слуге моему сделает то и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее. И горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали «Господи, спаси нас! Погибаем!» И говорит им «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили «Кто это, что ветры и море повинуются ему?» И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас!» Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его «Если выгонишь нас, то пошли на стадо свиней!» И он сказал им «Идите!» И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу. И, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их.